Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка остается напряженной. По данным управления Роспотребнадзора по Республике, зарегистрировано 86 новых случаев коронавирусной инфекции. Есть определенное снижение по столице нашей Республики, 55 случаев. Увеличение случаев в Алданском и Амиконском районе, соответственно, 5,4 соответственно. По три случая зарегистрировано в Амгинском, Мегинокангаласском и Хангаласском и Лусе. По два случая в Булунском, Вилюйском, Горномирненском и Нюрнгринском. По одному случаю в Момском районе. Уважаемые жители Республики, по данным учреждений здравоохранения, на настоящий момент осложняется ситуация в двух районах нашей Республики. Это в Верхневилюйском и Усе-Алданском районах. Необходимо обратить внимание, что основные очаги в Верхневилюйском и Усе-Алданском районах связаны с приездом к родственникам непосредственно из города Якутска и из других городов Российской Федерации гостей. В связи с этим еще раз обращаем внимание на необходимость соблюдения норм, в том числе собственной безопасности через вакцинацию при условии того, что к вам, соответственно, гости приезжают. Сегодня необходимо обратить внимание, что вакцинация является единственным способом для того, чтобы непосредственно предотвратить и не допускать очаги группы заболеваний. Те ситуации, которые сегодня у нас по данным учреждений здравоохранения возникают в Верхневилюйском и Усе-Алданском районе, были разобраны на оперативном совещании с главами муниципальных образований. И выявлена тенденция, направленная на необходимость в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и вакцинироваться тем семьям, которых приезжают, соответственно, гости, особенно в летний период. Те же правила необходимо соблюдать и при выезде из, соответственно, республики и по следующему возвращению. Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что учреждениями здравоохранения, центральными районными больницами отслеживаются все несовершеннолетние, пребывающие в соответствующие наслега и районы республики. В связи с этим при отслеживании определяется и их последующий контроль. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что количество больных беременных женщин увеличивается на территории республики, в том числе с тяжелыми последствиями. В связи с этим призываем еще раз родственников беременных, близкое окружение, соответственно, пройти вакцинацию для того, чтобы не осложнять течение беременности и, соответственно, мы имели здоровых детей и вы имели, прежде всего, здоровых детей в своей семье. В республику поступило около 40 тысяч вакцины Института Вектора. На 20 июня 2021 года вся вакцина, порядка 40 тысяч доз, будет распределена, опять же, по районам республики. Вакцина носит наименование Пивак Корона. Соответственно, очень многие у нас по записи, наши учреждения здравоохранения записывались именно на эту вакцину. Поэтому, соответственно, приглашаем вас на соответствующее вакцинирование. Сегодня первую вакцину по республике получили 204 551 человек. Использована, соответственно, без вот этой новой поступившей вакцины уже 92% от общего объема. И, соответственно, вот сегодня мы как раз говорим, что с утра поступила информация о поступлении вакцины Пивак. Поэтому все, кто был записан, еще раз повторяю. И, соответственно, значит, те, кто желает получить Пивак, могут обращаться в течение недели. Она будет во всех центральных районных больницах по республике Саха-Якутия. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, управление Роспотребнадзора совместно с учреждениями здравоохранения обращает ваше внимание на то, что достаточно в жаркую погоду, необходимо, соответственно, больше беспокоиться в том числе и о своем самочувствии. Но самое главное – не запускать тяжелые случаи и не допускать, значит, непосредственно тяжелых случаев относительно лиц старшего поколения. Сегодня тяжелые случаи, которые есть в наших больницах, они достаточно серьезные, сложные, приводят к летальности. И нельзя сказать, что, значит, сегодня мы бы могли сказать о том, что у нас не умирают люди от ковида. Количество летальных исходов у нас фиксируется практически каждый день. Давайте заботиться о своем здоровье, потому что, значит, можно каким-то образом предотвратить это заболевание только путем вакцинации.